Кабинет магнитно-резонансной томографии наконец-то открыли в Славянске. Оборудование на миллионы гривен за счет госбюджета закупили еще до начала боевых действий на Донбассе. Но в работу запустили только сейчас. Почему? Выясняли наш корреспондент. Изобретатели магнитно-резонансной томографии получили Нобелевскую премию 13 лет назад. Но кабинет МРТ в Славянске открыли только сегодня. Обследование на этом аппарате проводится от пятки до макушки. Все органы и системы. Абсолютных противопоказаний к обследованию на этом аппарате нет. Есть только относительные показания. Все доктора о них знают. Это три основные противопоказания. Первое – это беременность. Второе – это гипертиреоз, если высокие цифры йода, увеличение щитовидной железы. И третье противопоказание – это почечная недостаточность. Аппарат купили давно, но долго не могли настроить, потом было не до него. Начались боевые действия в Донбассе. И только сейчас оборудование удалось наладить. Первыми в томограф проверяют губернатор и мэр. Так, ну выспокойся. Я думаю, что мэр. Но шутки заканчиваются, когда узнаешь стоимость такого исследования. От 180 до 1500 гривен. Впрочем, губернатор обещает, что в ближайшее время пациенты получат льготы на проведение диагностики. Мирская рада Славянска выделила 100 тысяч гривен. Но еще мы переглянем, посмотрим, и они еще дополнительно выделят. И это будет не только по Славянску, а и по всей области. Вот будут четыре томографы на этом этапе. Вот мы на все четыре города будем выделять. Чиновники говорят, в особых случаях, когда у пациента нет денег, а исследование жизненно необходимо, томографию сделают бесплатно. Мэр Славянска приводит пример. Инсульт, авария. То есть ждать, пока родственники найдут деньги. Или невозможно, есть ли деньги у человека проверить или нет. И чтобы не ждать, надо спасать человека. Вот для этого, именно для этой категории выделены 100 тысяч. Дальше, вот то, что говорил Павел Иванович, это наименьшее. Как бы социальные, незащищенные инвалиды и чернобыльцы. Врачи уверяют, обследование в этом кабинете обойдется дешевле, чем в частных клиниках. Ведь работу самого томографа и врачей оплачивать не надо. Деньги понадобятся только на реагенты.